МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Следующие 10 минут будут интересны всем автолюбителям и тем, кто собирается создавать на права. У нас в гостях Галкин Вячеслав Александрович, учредитель автошколы «Автокласс». Добрый вечер. Здравствуйте. Грядут изменения с 30-го числа. Федеральные средства массовой информации об этом раструбили, напугали, но боюсь, что они не настолько глобальные. Давайте начнем с того, есть ли они на самом деле, в ближайшее время будут ли. Изменения давно уже планируются. Их все переводят на все больше и больше поздних числа. Расширяют, да. Потому что сейчас непонятно, как программа. Не до конца отрестили программу. Многие школы недовольны программой, особенно устройством, которые сейчас вынуждают там, ну, буквально готовить не водителя, а чуть ли не средств. Во-вторых, непонятно с автодромом еще до конца. Ну, часть понятна, то, что там авторизированный автодром, если будут, то школа может сама принимать экзамены, не в ГАИ. Хотя город все равно придется в ГАИ принимать. В то же время непонятно, обязательно это или не обязательно. Хотя, вроде как, не обязательно иметь автодром авторизированный. Если что сейчас ввели, это новый документ. Права, в которых указаны категории. То есть практически для людей некоторых упростили систему. Раньше категория А была только давай на большом мотоцикле ездить. Сейчас мотоцикл будет меньше кубов А1. Также ввели КБ, раньше было до 3,5 тонн. Сейчас Б1 ввели. То есть квадроциклы. Ну, Б1, они делятся на А и на Б. Квадроциклы с рулем мотоциклетным или с рулем автомобильным. Главный вопрос. Те, кто имел определенную категорию, меняться не будет? Не надо, нет смысла менять. Они уже получили полные категории. По тем категориям, которые у них есть полностью. Тогда возникает другой вопрос. Если те получили по полной категории, то есть знают определенные вещи, то те, кто выпускается сейчас, знают меньше. На субъективный взгляд, да? Я сомневаюсь, что и те, кто и получил, сейчас знают все. Я в этом сильно сомневаюсь. Ну, я тоже, честно говоря, но не хочу бежать на шаппы школы. Я даже не сомневаюсь, я в этом уверен. Да тут не больше школы надо ругать, как самих водителей, которые не хотят их знать и не собираются. Они считают, что вождение-то так ничем не знает. Красивая машина. Красивая машина. Правила вообще мешают сдавать экзамен. Вообще, сам процесс обучения, как только услышали, что процесс обучения будет полгода, сразу все бежать. Может, наоборот, надо было притормозить и подумать, полгода меня лучше научат, полгода я больше буду знать, эффективнее буду ездить, чем учиться на дороге, на улице и бить свою машину. Самый главный момент прозвучало, опять же, с 30-го числа, что придется сдавать отдельно на механику и на автомат. Так ли это? Дело в том, что это давно предусмотрено. Дело в том, что у кого вестибулярный аппарат плохо работает, у кого плохая координация, и на механике тяжело учиться, очень тяжело. Поэтому предложили такой вариант на автомате. Если он на автомате сдавал, он уже на механике ездить не сможет. Не сможет, потому что не умеет? Или потому что нужно пересдавать? Нет, потому что надо пересдавать. Да и не сможет он после автомата сесть на механику. Вот на мой взгляд, это все-таки минус. Ну, то есть мы будем не настолько уверены, что на дороге люди готовы справиться с любой ситуацией, управлять своей машиной, чувствовать ее. Все-таки вот этот гаостормоз, ну, как-то это очень примитивно все-таки. Хочу сказать, если человек едет по правилам дорожного движения со скоростью пункта 10.1. Идет ли он на мопеде или на велосипеде? С такой скоростью, которая позволит ему выполнить правилам дорожного движения, если он не может ехать больше 30, пути есть 20, главное, не нарушая правила. Он спокойно проедет, он приедет куда надо, ему гонять не обязательно, не обязательно летать ему, не обязательно ехать в потоки. Он может ехать с индивидуальной скоростью, ровно с такой, которая позволит класс вождения его, знание правил дорожного движения, координация, реакция, другие какие-то вещи, которые, может быть, не все водители могут сразу решить проблему, выбрать правильный ход. В правилах все это оговорено. В принципе, в правилах даже образование надо. Если человек едет по правилам, он всегда приедет. Аккуратный водитель, который едет не спеша и едет с такой скоростью, которая позволит ему не поездить ДТП, выполнит правила, он никуда не поездит. Он не опасен. Опасны те, кто, наоборот, научился ехать, кто прошел контраварийку и считает, что контраварийка, она заменит ему правила дорожного движения. Может быть, какие-то конкретные случаи? Да мне звонят, вот я в телефоне, если я вам могу показать сейчас. У меня всех аварий, мне ученики звонят по три аварии, по всем пунктам правил, примерно три аварии. А вот 18 аварий у меня по пункту 9-10. Это дистанция, интервал. 18 аварий, а всех по три. Дистанцию никто в Рязани не держит. И бьются, и бьются, и будут биться. Моих учеников 18 человек попали в ДТП. Причем один из них только был виноват, ударил впереди едущего. Всех остальных садонули сзади. Мне кажется, еще вот такие моменты провоцируют пешеходы, которые вылетают даже там, где нельзя. Естественно, мы резко тормозим. Да не пешеходы, нельзя. Нельзя делать нерегулированные пешеходные переходы, где четыре полосы и более. Потому что, когда он едет, и пешехода не видно, он вылетает. Да еще напугали всех, что якобы если пешеход находится на пешеходном переходе, надо обязательно остановиться. Нет. Мы должны просто пропустить пешехода. Кстати, момент. У моего знакомого был точно такой же случай. Я знаю, что дошло буквально до Москвы. То есть он теперь уже пишет кому-то, пытается выяснить эту ситуацию. То есть пока действительно одна нога хотя бы на вот этой дорожке, ты не имеешь права никуда трогаться. Это так? Вранье. Надо судебные процессы знать. И кем и когда поддается жалоба. И кто имеет право жалобу подавать? Это тоже надо вопрос выяснить. Ну, во-первых, само слово пропустить. Раньше было слово уступить, а теперь дело пропустить. Уступить никак не могли наказать. То есть штраф не могли взять. Потому что уступить, это значит не заставить другого участника дорожного движения, имеющего преимущества, изменить направление и скорость. Теперь давайте заменили слово пропустить. Ну, если кто не знает русского языка, мы открываем словарь далее. И смотрим, что такое пропустить. Пропускная способность. Это значит сделать достаточный зазор, чтобы беспрепятственно проникала жидкость или газ. Если это перевести к пешеходу, то пропустить, это значит дать человеку зазор такой, чтобы он спокойно шел. Если мы проехали, когда пешеход спокойно шел, значит мы его пропустили. В юриспруденции четко написано, что жалобу должен подавать пострадавший. Пострадавший. Работник милиции или там другой. Он не является пострадавшим. Он не имеет права с жалобу писать за другого. Поединок должен остановить этого пешехода. Хороший совет сегодня даете. Спросить у него. Вам пропустили? Говорят, меня пропустили. У меня нет претензий к этому человеку. Вообще я не хотел идти, я стоял, пропускал. Я его сам пропускал. Я не хочу идти, я не обязан идти. А наоборот, ситуация, когда вот это вот провоцируется, обязательно остановись. Вот на сдачах взаимных такая вот идет. Постоянный удар сзади будет. Или пешеход будет наказан. А пешеходы уже, ну, хотя бы прочитают пункт 4-5. Вот что надо, чем заниматься. Я так же, как и вы, бурно на это реагирую. Причем я тоже не молчу. Все написано. Хорошо. У меня вот какой вопрос. Есть информация, что вводится новое понятие. Велосипедная дорожка, полоса для велосипедистов, пешеходная зона. На мой взгляд, они были. Это вводит тот, кто не считал правила. Я тоже так думаю. Пешеходная дорожка. Как же реагировать? Есть знаки, есть разметка пешеходной дорожки. Пункт 13-1. При повороте направо и налево мы должны уступить пешеходам. И велосипедам, и по мопедам движутся по велодорожке. По велодорожке движение транспортных средств запрещено, если она есть. И по ней, пожалуйста, движут только велосипеды и мопеды. Может по ней идти пешеход в случае, если ему негде идти, и он не задает помеху велосипедам и мопедам. А вот сейчас с этим механика, автомат, если мы поменяли машину, пригнали другую, а она механика. Если у вас механические, вы можете перейти на любой, на любом, на механике и на автомате. Но если вы изначально получили автомат и поехали на автомате, ну не знаю, нет смысла, мне кажется. У меня к вам просьба, дайте последний грамотный совет всем автолюбителям. Может быть это коснется правил дорожного движения, может быть каких-то изменений, чтобы они что-то для себя сегодня уяснили важное. Вы знаете, я слово автолюбитель ненавижу. Да? Автолюбитель, он должен набирать все машинки и дома на них смотреть. И любить их. Зулем едут только профессионалы. Люди, которые знают правила дорожного движения. Я согласна. Которые безопасны как для себя, так и для других. Весь опыт это сами правила дорожного движения, которые пишутся 200 лет. Все пункты правил, которые написаны, они специально написаны, чтобы человек, их выполняющий, в ЗТП не попал. Все, наверное, знают одно. Когда ДТП случилось, всегда пишут, найдут тот пункт правил, который нарушил данный оппонент. Обязательно этот пункт найдется. Если этот пункт не найдут, значит водитель не виноват. Ясно одно. Вы отлично знаете правила дорожного движения. Чего и пожелаем нашим телезрителям. Спасибо вам за эти полезные 10 минут. А вы будьте аккуратны на дороге. И не только. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова